Привет, меня зовут Сымар и сегодняшнее видео будет очень полезным. Из него вы узнаете две вещи. Первая, как получить права на лаппев в Таиланде и вторая, как проехать из Таиланда в Мьянму на автобусе. Поехали! Вкусное кофейное кафе в Кенгмайе, кофе на лидурочках. Да, я ничего больше не скажу, просто да. Если он не миван, он не пухнет. Песна, правда, не пухнет. На этой неделе я очень мало снимал видео, я в принципе мало что делал, кроме как работа, работа работала. Еще я получил водительские права. Водительские права Таиланда выглядят вот так. Работаю два года в десяти странах и сейчас я детально расскажу, как их получать. А чтобы вам не скучно было наблюдать мои вещи все это время, я буду совмещать рассказы на страции улочек города Чангмайя. Итак, для того, чтобы получить права в Таиланде, вам нужны две справки. Медицинская справка и сертификат резидента. Медицинская справка получается предельно просто. Приезжаете в любую больницу и говорите, драйвер лиценз, вас посылают в нужный кабинет, там меряют давление, спрашивают рост, вес. И все, 150 бат и справочка у вас в кармане. После этого едете получать сертификат резидента. Сертификат резидента получается в офисе иммиграции. Для его получения нужен чек об оплате жилья Чангмая и две фотографии. Получить его можно бесплатно, но долго, за две недели, или платно и быстро, 500 бат и один день. На этом справки заканчиваются и можно ехать сдавать на права. Сама сдача на права происходит в департаменте транспорта и занимает два дня. Первый день это лекции. Подробные, детальные, хорошие, интересные лекции ОПДД, но они на тайском. Если вы не понимаете тайского, в это время можно посидеть, почитать книжечку, посмотреть кино, но уйти не получится, потому что в начале лекций забирают паспорт и отдают только в конце. Кроме объяснения правил движения, показывают видео с аварией, в которых наглядно видно, что будет если нарушать. Последний день это сдача теории и практики. Теория задается на электронных автоматах. 50 вопросов, все они есть в интернете. Перед сдачей можно и нужно потренироваться. Практика задается предельно просто. Нужно сесть на мопед, застегнуть шлем, проехать прямо, повернуть, проехать смейкой. Все готово. Вас на месте фотографируют на права, даете 100 бат, получаете права, которые работают 2 года в 10 странах ЮА. В отношении тайских прав всегда возникает два вопроса. Вопрос первый. А что, наши не действуют? Нет. Наши, то есть украинские и российские, не действуют. Если у вас права другой страны с меточкой international, то да. Отечественные? Нет. Вопрос второй. А они нужны? Да, они нужны. Кататься где-нибудь по Самуи или где-нибудь по Пае можно без проблем, но в крупных городах встречаются посты полиции. А один штраф здесь стоит 500, а то уже и 1000 бат. Получение прав в сумме стоит 800 бат. Так что да, проще получить права и кататься спокойно, а не огородами, не боясь полиции. Сегодня мы покидаем гостеримный город Чангмай и направляемся, я надеюсь, в не менее гостеримный город Микида, который находится уже в другой стране, Мьянме. Но если вы летите не самолетом, то нельзя так просто взять и попасть в Мьянму. Нужно сначала доехать до приграничного городка Маевсот, переночевать в городке Маевсот, потому что граница работает с 6 утра до 8 вечера, а потом уже пешком перейти мост и оказаться в Мьянме. Сейчас еще ничего, а еще пару лет назад граница работала через день, то есть один день только на въезд, один день только на выезд. Сейчас построили новую дорогу и дело пошло быстрее, а въезжают и выезжают в один тот же день. Итак, мы доехали, переночевали, перешли и... В Ужук и мы в Мьянме. Граница как здрасте, как два раза здрасте. Здрасте и до свидания. Как до свидания и здрасте. И мы в Мьянме. На сегодня все. В следующем выпуске уже будет совершенно новая, очень-очень-очень интересная страна Мьянма. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Это все, что я могу сейчас сказать, я не знаю. Спать собираюсь. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok